Вопрос, почему Киев не отрезает платежную систему, с моей точки зрения, они сейчас пытаются изобразить происходящий геноцид, организованный ими против населения Донбасса, как антитеррористическую операцию, ориентированную против отдельных подразделений, относительно небольшой группы людей. И в этом смысле отрезание всей платежной системы будет означать переход уже в другой фазе, к экономической блокаде всего региона, что не вписывается в идеологию их действий сегодня, противоречит этой идеологии. Во-вторых, для Донбасса это бы сыграло очень важную мобилизующую роль, потому что экономически Донбасс обладает объективно возможностью создать свою банковскую и свою денежную систему. Вот здесь Дмитрий Аркадьевич Митяев присутствует, он занимается этой проблематикой. Я бы пригласил его, еще место есть у нас за столом, присоединиться к нашей дискуссии. Суть в том, что Донбасс это единственный регион Украины, у которого положительный торговый баланс. Раз положительный торговый баланс, причем большой торговый баланс, это фактически одна треть, даже больше одной трети всего экспорта Украины. Он единственный, кто экспортирует больше, чем импортирует. Соответственно, у Донбасса есть прекрасная основа для формирования своей собственной автономной финансовой системы, выпуска своей валюты, под которую будут валютные резервы. Это займет, конечно, может быть, 2-3 месяца, в течение которых нужно будет нашими кредитами помочь удержать налогово-бюджетную систему от коллапса. Это тоже вполне решаемая задача. Я думаю, что в Киеве это понимают, во-первых. Во-вторых, не будем забывать, что в Киеве и Донбасс привыкли стричь. И Донбасс является донором для украинской не только экономики, но и всей социально-политической системы. Киев наиболее паразитический в этом смысле, по нашему субъект федерации, который импортирует намного больше, чем экспортирует. И Донбасс в этой взаимоотношениях между внутриукраинских налогово-бюджетных взаимоотношениях играет роль донора, который снабжает Киев валютой, который дает большую прибыль, который лишь частично возвращается в форме субсидий для угольной отрасли, прежде всего. Сейчас, кстати, субсидии хотят обрезать, согласно обязательствам Украины перед валютным фондом. Эти субсидии будут снижаться. Но мы должны понимать, что в этот неэквивалентный обмен вовлечен украинский олигархат. И если Донбасс даже по видимым налогово-бюджетным взаимоотношениям является донором, то если мы учтем, что львиная доля прибыли, которая генерируется Донбассом, оседает в офшорах, в Голландии, на Кипре, во-первых. Во-вторых, олигархат не привык платить по социальным счетам. В частности, практически ничего не платится за загрязнение окружающей среды. А для металлургического комплекса, химико-металлургического, платежи за загрязнение окружающей среды, инвестиции в это направление, это примерно одна треть себестоимости. То есть, фактически, на Донбассе извлекается гигантская природная и социальная рента, которая присваивается частично олигархами, частично бывшим украинским государствам. Я говорю бывшим, потому что сейчас, крогооборот, этот, несомненно, будет нарушен. Вопрос только времени, когда он будет нарушен. Поэтому возможности экономические для самооставительной работы финансово-валютной системы Донбасса существуют. Технологически это может быть сделано достаточно быстро. Мы можем попытаться там создать, помочь, точнее, помочь создать нашим коллегам, кто возьмет на себя эту ответственность, в каком-то смысле оптимальную налогово-бюджетную систему. Я бы, скажем, рекомендовал им отказаться от НДС, потому что механизмы возврата НДС сейчас невозможно осуществить по экспорту. Мы можем рекомендовать им внедрить экологически ориентированную систему налогообложения. В принципе, финансовые возможности на Донбассе позволяют им избежать того резкого падения уровня жизни, который ждет всю Украину. По нашим оценкам, сегодня падение производства на Украине будет не меньше 10% по итогам этого года. Гривна упадет еще раза в полтора. На фоне роста тарифов и снижения социальных пособий, замораживания зарплаты бюджетников, Украину ждет снижение уровня жизни как минимум в полтора раза. Это как минимум. А на Донбассе, наоборот, финансовые возможности позволяют поднять уровень жизни в полтора раза и сделать Донбасс самым процветающим регионом той новой Украины, которая в муках сегодня рождается на наших глазах. Аминь.